Прошу апельсин, используя сегодня спектакль. Придумайте, что ли. Овации еще до начала спектакля. Ректор Щукинки и на сцене ректор. Студенты с импровизацией справляются, и символ Ярославского фестиваля, будущее театральной России, появляется таки в постановке. Мотык! Апельсин! Играем дурочку от студентов Щукинского училища. Открывала фестивальную программу. Ребятам предлагалось пофантазировать на предмет ЛОПДВ, дурочки, и, может быть, попробовать что-то такое подсочинить самим. И когда мы сдавали это кафедре, нам показалось, что они имеют на это право. Всего на протяжении недели три сценические площадки «Первого русского» примут 19 спектаклей. Свои постановки покажут 15 театральных вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа, Екатеринбурга, Уфы, Хабаровска и Ярославля. Всего в течение этой недели у нас участниками в Ярославле полывает 427 человек. Задействованы три локации у нас, три площадки, три исторические наше основное, камерный сценарь и также учебный театр Ярославского театрального института. БТР 2021-12 по счету. Совместный проект «Первого русского» Ярославского театрального института при участии правительства Ярославской области и Министерства культуры России стал площадкой возможностей для будущих артистов. За это время около 4000 участников из разных театральных школ побывало у нас. Было сыграно более 200 дипломных спектаклей. Это чрезвычайно важно для тех ребят, которые начинают свой творческий путь и они навсегда запомнят, что их творческая жизнь, первый их профессиональный спектакль происходил на сценах, именно на сценах театра Волкова. Быть или не быть? Вот в чем вопрос? Быть! БТР быть! Вопрос «Быть или не быть» специальному проекту БТР Всероссийской актерской бирже уже скорее факт. Хочу сказать, что мы ждем 15 июня окончательное решение по гранту президента на работу этой актерской биржи, но так как мы проведем сейчас фестиваль, в каком качестве, на каком уровне, тоже будет очень серьезно влиять на получение этих средств. Проект будет координировать выпускников театральных вузов с потенциальными работодателями как в очном режиме, так и онлайн. Для актеров это возможность выбрать себе идеальную работу, а работодателю пополнить творческий коллектив своего театра. Ну а пока целую неделю Ярославль по праву не только столица Золотого кольца, но и театрального студенчества. Андрей Децель и Евгений Бушуев. День в событиях.